Как известно, единственной надеждой Ульяновского автозавода оставался проект русского Прада, а точнее глубокой модернизации внедорожника Патриот. Однако совсем недавно гендиректор завода Адиль Ширинов в интервью газете Business Online заявил, что русского Land Cruiser Prada не будет и вообще ничего нового УАЗ уже не разработает. УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт? Какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать до того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем. Это утопия. Модернизировать или менять поколение фургонов и микроавтобусов по прозвищу Буханка тоже не станут. А сателлит УАЗа, Заволжский моторный завод, пока работает и будет работать. Но развивать эту площадку Солерс не собирается. Создавать там новые двигатели мы не планируем, отрезал господин Ширинов. В пресс-службе Солерса такие откровения восприняли, мягко говоря, без энтузиазма. Во всяком случае, пиарщики компании оперативно заявили, о закрытии Ульяновского и Заволжского заводов речи не идет. Однако УАЗ ждет пересмотр стратегии развития бизнеса, в сторону развития партнерства и создания альянса. В мировом автопроме сегодня практически ни один производитель не ведет самостоятельные разработки в одиночку. Это видно по сложившимся альянсам автопроизводителей. Автопром идет по пути синергии опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Для Ульяновского автомобильного завода это наиболее очевидный путь развития. Между тем, пока владельцы компании ищут новых партнеров, чтобы собирать иномарки, УАЗовские внедорожники показались на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но сразу уточним, скромный стенд на выставке организовала частная фирма «Бремок». По словам американцев, публика тепло приняла машины. При бронировании предзаказов удалось собрать почти 4 миллиона долларов. Хотя, чтобы оставить заявку, было достаточно сотни. Впрочем, начало продаж пока обещано на 2022 год. А о допуске на дороге пока речи нет. Ведь штатовский дистрибьютор не завершил даже сертификацию машины. А значит, на практике авантюра может обернуться пшиком.